МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, сейчас хочу вам открыть небольшую тайну. То блюдо, которое любят папа, дедушка и сынуля, называется аджахури. Свинина жареная с картошкой. Кто может отказаться от свиных отбивных с жареной картошкой? Поднимайте руки скорее. Из 10 человек, я думаю, что только один. Смотрите, у меня есть кусок свиной шеи. Достаточно свежий, пахнет поросеночком. Я хочу из него сделать порцию добротную аджахури. А как я буду это делать? Порежу свинину кубиками. Свининку постную не выбираю, чтобы в аджахури попадался кусок и постный, и, конечно, пожирнее. Блюдо достаточно сытное, аппетитное. И только поэтому вот такого количества будет достаточно на двоих. Что мне понадобится? Смотрите, я возьму ковши, налью туда кипятка, добьюсь бурного кипения и кусочки свинины предварительно отварю. Потом их буду жарить. Отварю их с чем? Ну, вы, наверное, догадываетесь. Один лавровый лист, достаточно. Соль. В классическом варианте, наверное, это будет даже не кипяток, а горячий боржоми. Все. Сейчас вода закипит. Я положу мясо в сторонку, потому что мне действительно много еще операций нужно сделать, чтобы аджахури сбылось в течение получасика. Переверну доску на овощную сторону и продолжу работу. Итак, я буду еще жарить картофельные дольки на джахури. Сделаю это в небольшой сковороде. Поставлю нагреваться приличное количество масла, такой полуфритюр. Вот таким вот макаром. Масло разогреваю до того состояния, пока оно не станет жидким. Это показатель того, что оно где-то уже 200 градусов. Когда с масла идет легкий дымок, это уже 220-230 градусов. Ориентируйтесь в температурах. Это важно на кухне. Итак, лук. Мне понадобится как репчатый, так и зеленый. Я хочу поджарить и репчатого, и зеленого лука к аджахури. Это моя фантазия, потому что аджахури обычно подается с жареным луком и с томатным соусом. А я сделаю аджику не томатную, а зеленую. Для этого у меня есть замороженный шпинат. Посмотрите. Достался мне в магазине. Я его отожму и взобьют хмели сунели и чесноком. Ох, будет вкусно. Масло разогревается. Понадобится еще одна сковорода. Уже побольше. Итак, все заставил сковородами. Я хочу, чтобы у меня блюдо приготовилось просто быстро. Думаю, хотите также этого и вы. Теперь возьму масло виноградных косточек. Налью на сковороду. Теперь кусок сливочного масла. Небольшой, небольшой, небольшой. Не переживайте. И порежу лук, не стараясь. Посмотрите. Я его порежу крупными достаточно кольцами. И потом эти кольца вот так вот распотрошу. Обычно маслом из виноградных косточек заправляют салаты и делают заправки с ними. Но я хочу в этом блюде, чтобы оно отыграло своим вкусом именно в горячем виде. И считаю, что это допустимо. Итак, выкладываю лук. Жарится. Я хочу, чтобы он даже слегка подгорел. Так, кипит вода. Отправляю кубики непосредственно в кипяток. Бульон свиной мне не понадобится. Честно вам скажу, я не очень люблю цветной бульон. Слышали? Так. Теперь нарежу картофель непосредственно дольками. Картофель у меня ровненький, не больной. Советую вам такой же выбирать. Он вымыт идеально. Если у вас картофель с огорода и в нем есть глазки, то щеткой допустимо из них просто вымыть всю землю. Но ни в коем случае не допустите землицы, потому что это не камильфо. Картофель нарезал, он не успеет потемнеть. Если бы я его использовал позже, то я бы его залил просто холодной водой. А так у меня масло уже разогревается, лук начал жариться, свинина варится. И самое время замутить аджички. Вот здесь хорошо отыграет масло виноградных косточек. Немножко оливкового масла. Для пущей наглядности две сковороды у меня здесь не очень хорошо умещаются. Передвину сковороду с маслом вот на эту комфорку. Так мне будет сподручней. Вернусь к аджике. Налил в комбайн непосредственно масло виноградных косточек и оливкового масла. И теперь мне понадобится 3-4 зубка чеснока. Почищу его от кожицы и отправлю в комбайн. Аджика должна быть чесночная, хоть глаз деревья. И только поэтому я еще сюда положу, помимо чеснока, любимый чили. Потому что вся история, связанная с Грузией, достаточно острая и соленая. Во всех грузинских ресторанах, где я был, блюда слегка, так если сказать, мягко пересолены. Люблю грузинскую кухню. Наверное, самая любимая из всех кухонь. Так. Варится у меня свинина. Смотрите, я теперь добавлю при варке свинины немножко белого вина. Это даст определенную интересную кислинку. Немножко белого вина также положу и в аджику. Здесь можно выжать лимон, но благородное. Отдушка винная будет как никогда кстати. Я его не выпаривал, оно прям с алкоголем ложится сюда. Теперь я кладу перчик чили так, чтобы нож цеплял. Насыпаю соли. Соль у меня служит, так скажем, абразивом. Который поможет мне... Оп! Закрываю комбайн. И теперь называется полетели. Одна из самых распространенных специй это хмели-сунели, которые пользуются на Кавказе. Именно ей у меня и будет пахнуть аджика. Смотрите. Вот как выглядит хмели-сунели. Это сбор. Трав здесь их 10, 11, 12. Честно, не могу вам сказать, но насыплю хмели-сунели очень приличное количество. Вот так, лук. Смотрите, что с ним происходит. Уже начал подгорать, как я и рекомендовал ему. Пусть жарится дальше. Я хочу, чтобы он стал мягким и сладким. Помните, да, что лук становится сладким после того, как его обжарили. Теперь отправляю непосредственно шпинат. Отжимаю вот так рукой лишнюю влагу. Она мне не нужна, потому что основа жидкая у меня – это масло. Вот. Такого количества будет достаточно. Руку сейчас сполосну, чтобы было эстетично. Вуаля. И опять накрываю крышкой и добиваюсь зеленой аджики. Аджика ее можно назвать только условно, потому что она острая, как аджика. А на самом деле здесь томатной основы нету, а просто шпинат. Слюни текут. Пахнет хорошо. Хочется уже даже попробовать. Так, лук жарится. Масло. Сейчас проверю. Ну все, потихонечку уже масло разогревается. Картофель ни в коем случае не кладите с водой, чтобы разбрызгивания масла не было по всей кухне. И отправляю его жариться потихонечку. Сейчас холодный картофель отнимет какую-то энергию масла. То есть температура упадет. Мне это на руку, потому что он будет хорошо колероваться и на средней температуре прожарится весь полностью. Если масло достаточно агрессивно и вы его перегрели, то придется в духовочку отправить еще дожариваться. Так, что происходит у меня с луком? Ну вот, он стал мягким. И теперь я поступлю следующим образом. Мне понадобится салфетка. Салфетка, ты где? Я скину лук, чтобы блюдо было не очень жирным. Я уберу из лука лишнее масло. А на этом масле буду уже жарить мясо. Вот такой вот вкусный, страшненький лучок поджаристый. Любят все мужчины без исключения. Никогда не нужно идти на свиданку. Либо вы упертый холостяк. Вот именно вот такие горелки появляются на сковороде, когда вы жарите яичницу. Я ничего не путаю. Возьму сито, солью через него свиные кусочки. Бульон, повторюсь, мне не понадобится. Если вы любите свиной бульон, ну, с удовольствием используйте его по назначению. Сварите на нем щишки, либо борщец. Вот здесь вот комфорка побольше, работает поактивнее. Дальнюю отключу. И потихонечку начну кувыркать мясо на масле. Хочу, чтобы бочки у свинины подрумянились. Такой, да? Шашлык на сковороде. Я обещал еще помимо репчатого лука поджарить зеленого. Красивое перо лука оставлю на украшение. Вот так вот. Зеленую и белую часть. Смотрите, лук такое перышко здесь пустил уже по центру. А? Красотища. Это в прикуску каджахури фонтан. Положу, чтобы не забыть, здесь рядом. А этот лук порежу вот такими широкими шагами вместе с белой частью. И поджарю его в той же сковороде, где жарится у меня и свинина. Ну вот, смотрите. Верхняя камера. Много показывай, как колируются у меня кусочки свинины на масле. Напомню вам, что воду я солил, но все равно мясо еще недостаточно соленое. Я это чувствую. Я его еще сейчас дополнительно посолю. Сдвигаю мясо вот так в сторону. Процесс идет хорошо. Картофель жарится. Помешиваю его, чтобы краешки, которые не попали в масло, обязательно вот так утонули и картофель был мягким. Вот жахури картофель ни в коем случае не должен быть аль денте. Добивайтесь того, чтобы картофель был мягким. Если в картошке, кстати, много крахмала, то она колируется быстрее и уже даже может потемнеть. В моем картофеле, похоже, крахмала не очень много, и она темнеет потихоньку. вот здесь я луком, так скажем, деглазирую сковороду и собираю вот этот свиной жирок с ароматом оливкового масла и масло виноградных косточек. Именно его я наливал, когда жарил лук. И теперь готовлю зеленый букетик. Это блюдо запрещаю вам без пучка зелени подавать. И только поэтому готовлю на краешек доски укроп, ножки оставлю на бульон. Петрушка с кинзой, две принцессы, две вечных подруги, любовь и удача. Да, я ничего сейчас не перепутал. Вот именно такой букет из петрушки, кинзы и укропа я приготовил для того, чтобы подать это блюдо. Других вариантов нету. Если вы кавказским людям подаете блюдо без пучка зелени, то можно получить физическое замечание. Все. Вот такие вот красивые кубики у меня получаются. Теперь мне нужно еще одну мисочку подготовить, чтобы скинуть картофель. Я еще нарежу желтых помидор. Ну, хочу. Попались мне в магазине хорошие желтые помидорки. Посмотрите. Достаточно ароматные. Дорого стоят, правда. вот такие вот дольки. Три штучки. Будет достаточно. Чили, выходи. Это напоминание о том, что блюдо достаточно острое. Черри, томатинку вот так разрезаю пополам. Ну, и что же. Пора. Пора. унылая пора. Ай. Неудобно мне в миске. Ну, что тут лукавить. Скину вот так вот на салфетку. Смотрите, сколько жира. Ай, Малахловский, научишь ты зрителя готовить позитивную еду. А? Все, мясо готово. Картофель тоже. И теперь я, не торопясь, начинаю выкладывать блюдо, которое вы едите часто, но не знали, как оно называется. А именно грузинский вариант аджахури. Все, выключаю плиту и сейчас буду наводить красоту. Основной игрок это мясные кубики. Выкладываю на тарелку такой шашлыковой горкой. В Грузии есть чугунные керамические сковороды. Вот это блюдо готовится непосредственно в чугунной сковороде и в ней же и подается. Во всех грузинских местах, где я бывал, подается именно в чугунной скворчащей сковороде. Приносит блюдо настолько горячее, что уже хочется им полакомиться. Но надо подождать, пока оно слегка подостынет. А керамическая сковорода, в которой запекаются другие грузинские блюда, если мне режиссер разрешит, я приготовлю в другом сете такое блюдо из потрошков. Обожаю его. В азербайджанском варианте оно называется джизбис. А теперь я вам напоминаю, как я готовил непосредственно это блюдо. Я отварил свиную шейку, нарезанную крупным кубиком, в кипятке с добавлением соли и белого вина. Картофель нарезал дольками или чесночками, называйте, как хотите, обжарил непосредственно в растительном раскаленном масле. На сковороде рядом обжарил на оливковом и масле виноградных косточек крупно нарезанный репчатый лук, вытащил его и потом в этой же сковороде обжаривал зеленый лук и непосредственно мясо. Отдельно я приготовил аджику из хмели-сунели, чеснока, чили, оливкового масла, виноградных косточек и шпината. Есть у меня еще здесь пару шпинатных листьев свежих. Я хочу вот таким вот образом подгарнировать блюдо. Это в дополнение к букету зелени. Выложить этот огромный пучок зелени сбоку, чтобы вся зелень была видна. Теперь чили, черри, помидоры, дольки желтых помидор. Так, перо зеленого лука, я думаю, будет у меня вот так вот выглядеть. Весь репчатый лук, который я жарил, я положу сверху. Весь! Ай, какая красотища! Теперь весь зеленый лук я как дополнение выложу прямо с салфетки вот здесь вот сбоку. Так. Картофель я вытащил из масла и совсем не посолил. Не переживайте. Я обильно достаточно картофель посолю уже в тарелке. И мне на тарелке уже практически некуда класть аджику, но я разверну вот так вот к камере, чтобы было видно. И добрых две ложки аджики зеленой ляжет у меня непосредственно около мяса. Ох, господа! Есть и более простой вариант аджахури. Картофель обжаренный, свинина и немного красной аджики на раскаленной сковороде принесут вам в кафе. Мой вариант любимый именно такой. Готовьте вот так и будет вкусно. А я пошел. Музыка Музыка Субтитры сделал DimaTorzok